Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен. Сдерживать цены на продукты следует конкурентными рыночными механизмами, заявили в Минпромторге. Каждый шестой в России оценил инфляцию в 30%. В пятницу 13 августа Федеральная антимонопольная служба пришла с проверками в торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «ООО-Лента» и «Сеть Магнит». Об этом сообщает газета РУ. Компании заподозрили в ценовом сговоре. По мнению экспертов, даже если ценовой сговор подтвердится, наказание, если и последует, то вряд ли будет скорым. Ведь для проведения проверки потребуется до трех месяцев, а на то, чтобы принять решение о наличии или отсутствии картельного сговора, потребуется в лучшем случае еще год. А если сговор все же обнаружится, то контролирующему ведомству дается еще год, чтобы принять решение по размеру административного штрафа. Он может составить от 3 до 15% от выручки товара на рынке, где совершено правонарушение. Но разве борьба с ценовыми сговорами способна искоренить нарушение антимонопольного законодательства и остановить рост цен? Решительно нет, незамедлительно ответили бы на этот вопрос в Министерстве промышленности и торговли. Там придумали едва ли не революционный метод борьбы с обозначенными недугами. А именно, развитие конкуренции и расширение предложения на продовольственном рынке. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС. Еще 150 лет назад Карл Маркс доказал, что конкуренция неизбежно ведет к монополии. Монополия – закономерный результат развития конкуренции. А потому воевать с монополиями с помощью развития конкуренции – значит сдаться до того, как тебе объявили войну. Но у Министерства на этот счет свое мнение. Там заявили следующее. Минпромторг России непрерывно мониторит ситуацию с ценами на продовольственные товары и находится в рабочем контакте с Минсельхозом России, Федеральной антимонопольной службой России, отраслевыми ассоциациями. В случае резкого повышения цен на определенный товар или категорию товаров принимаем незамедлительные меры. Минпромторг России постоянно и последовательно выступают за необходимость создания условий для качественного развития и функционирования торговли. Сдерживать цены на продукты питания следует конкурентными рыночными механизмами. Говорят о конкурентном способе и рыночном механизме настолько убедительно, что и на раз не понимаешь, пытаются ли тебя обмануть или сами искренне заблуждаются. Впрочем, как показывает практика, справедлив первый вариант. Ведь, как мы видим на примере магазинов розничной торговли, рынок поделен между горсткой торговых королей, которые как повышали цены, так и продолжают их повышать. Так, например, по данным Росстата, с начала года в России с огромной скоростью подорожали курятина на 15,2%, картофель на 80 с лишним процентов, капуста без малого на 89 процентов, морковь на 152 процента. Будто бы даже и не замечают страшных проверок Федеральной антимонопольной службы и ценных советов Минпромторга, крупнейшие торговые монополисты и производители продовольственных продуктов. Да и не только продовольственных. Рекордные значения повышения цен фиксируют и на строительные материалы, и на отдых, и на многое другое. И хотя уровень инфляции, по данным Росстата, не превышает 6,5%, по ощущениям каждого шестого россиянина, цены за последний год подскочили на 30%. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного Центральным банком Российской Федерации. Об этом сообщает финанс.ру. Согласно опросу, 38% россиян тратят все или почти все свои доходы на еду. Из них 10% заявили, что денег не хватает даже на питание. А 28% сообщили, что могут обеспечить себя продуктами, но на покупку одежды средств уже нет. Что же мы видим? Пока в Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе поют дифферамбы свободной конкуренции и рыночному регулированию, пока разыгрывают спектакли с проверками, отвлекая внимание трудящихся и пытаясь прикрыть суд дело, в это самое время капиталисты тянут из народного кармана все, что только возможно вытянуть. Товарищи рабочие, было бы большой ошибкой думать, что государство действительно пытается решать проблемы повышения цен, пытается бороться с монополиями и предотвращать их сговоры. Государство всегда принадлежит господствующему классу. Государство есть диктатура господствующего класса, а значит весь его аппарат действует в интересах этого класса. Россия государство капиталистическое и действует в интересах капитала. А потому проверки будут продолжаться, только результатов этих проверок так и не будет видно. А цены будут и дальше сдерживать, только они так и продолжат расти. Интересы масс трудящихся так и продолжат попирать в угоду интересам горстки богачей. Помните, товарищи, есть только один способ разрешения сложившихся противоречий. Способ этот – государство диктатуры пролетариата. Только такое государство будет действовать в интересах подавляющего большинства общества. Только с помощью диктатуры пролетариата рабочий класс сможет выполнить свою великую историческую миссию – освободить общество от цепей капиталистического рабства. Вступайте в рабочую партию России! С вами был Беркутов Марк с коммунистическим приветом из Малой Вишеры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова